Открытый диалог молодежи Беларуси сегодня начался с экскурсии по Минскому заводу колесных тягощей. На стратегически важном белорусском предприятии самые инициативные молодые люди страны смогли увидеть все этапы производства больших машин под маркой «Волок». Кроме того, здесь же, в актовом зале, уже после экскурсии, свои идеи и предложения в самых разных сферах обсуждали с главой Союза молодежи Андреем Беляковым. Активисты, приехавшие со всей страны, вместе обсудили идею нового спортивного праздника, а также поделились планами празднования 70-летия Великой Победы в регионах. Открытый диалог, я считаю, это прекрасная возможность для того, чтобы высказать свои идеи, свои какие-то планы, свои перспективные какие-то, не знаю, планы в работе, в частности, рабочей молодежи. Для нас очень важно сегодня молодежи нашей показывать, какое сегодня производство в нашей стране, чем сегодня можно гордиться. Ну и безусловно, что помимо того, что ребята познакомятся с производством, пообщаются, конечно, для нас важно и в рамках нашего открытого диалога еще раз сверить часы. Год молодежи. После открытого диалога более 150 молодых инициативных людей со всей страны отправятся на территорию бывшего лагеря смерти Тростенец. Именно там сегодня участники форума посадят яблоневый сад. 70 лет мира и 70 молодых деревьев. Фактически это продолжение патриотической акции «Цветы Победы». Субтитры создавал DimaTorzok